Итак, всем привет! После сборки аккумулятора прошли сутки, напряжение пороги подогнаны и теперь можно наблюдать, что БМС, которая в принципе сгорела, я ее починил, прокинул... Ну, я сейчас как бы не могу так прям жестко вам показать... Прокинул, вот зеленый провод идет, потому что тут все это в проводах, да? Соответственно, мы видим, что аккумуляторы у нас выровнялись. Ну, тут можно сказать, что есть небольшая погрешность приборчиков, да? Но скажу вам такую вещь, скорее всего, погрешность все-таки тут настолько мизерная, потому что я эти приборы подгонял. Единственное, тут какой-то прибор немножко по току завышал. Соответственно, он у меня вместе с тремя остальными не используется. В данном случае я замеряю именно напряжение на каждой банке по БМС-ке и хочу вам такую вещь рассказать. Для тех, кто в танке, опять-таки, я тоже давно этим не занимался, и, в принципе, я в такие дебри тоже не влазил. Вот смотрите, ребят, что получается. Пока я напряжение, вот это напряжение у нас, которое подается на БМС, на точке П плюс, П минус, это напряжение на самом аккумуляторе, это напряжение на каждой из четырех банок, да? Первая, вторая, третья, четверка. Смотрите, пока я напряжение зарядного устройства не поднял до 17,5 вольт, напряжение на каждой банке было в разнобой. Соответственно, было где-то, я не помню, можете посмотреть предыдущее видео, там это напряжение было, если не ошибаюсь, 15,6 или 16,5 вольт, где-то вот в таком диапазоне. Вот смотрите, какая ерунда получилась. Когда мы подаем с вами это напряжение, аккумуляторы, насколько зарядились, они так и держатся. Для того, чтобы аккумуляторы начали выравниваться, сначала я поднял до 17 вольт. Аккумуляторы, смотрю, на двух секциях последних начали выравниваться, и первая пыталась даже подравняться ко вторым и третьей, к третьей и четвертой секции. Потом я поднял до 17,2, потом до 17,4, потом до 17,5, потом до 17,6. Ну вот сейчас видим, напряжение немножко скачет, это связано именно с БМС, она то подключает аккумуляторы, пытается их выровнять, то отключает, из-за этого как бы немножко потоку проседает, я не знаю. Но вот здесь у нас разные значения, видать, то больше тока берет, да, то меньше тока берет, значение почему-то здесь иногда колеблется, иногда, опять-таки замечу. Смотрите, и при этом напряжение у нас составляет верхнего порога 16,75, это достаточно точный прибор, делим на 4, получается напряжение на каждой банке, и мы видим, что 4,19, 4,18, 4,18, 4,19. Вот видите, да, пороги у нас более-менее выровнялись, у последнего там до 20 прыгает, но это уже дел 10, то есть все в норме. Я прочитал про этот БМС такую вещь, что люди писали, что БМС не отрабатывает и не балансирует аккумуляторы. Вот, скорее всего, дело в этом и кроется. Народ выставляет напряжение максимальное, например, 4,2 вольта, да, умножаем на 4, выставляет это напряжение на зарядном устройстве, на БМС подает, соответственно, это напряжение, а БМС, он как выровнял, да, криво аккумуляторы, он так и заряжает их. То есть какая-то секция будет недозаряженная, какая-то перезаряженная, соответственно, суммарное напряжение у нас верхнее, да, заряд у нас уже не берется, потому что верхнее упирается, и зарядку у нас больше не дает. Соответственно, БМС не отрабатывается, поэтому вот как бы кому поможет данная информация, я надеюсь, скажут хотя бы спасибо. Итак, давайте для прикола подключим сейчас лампочку. Так, я отключаю входное с зарядного и посмотрим просто, как проседают у нас аккумуляторы. Видим 14, ой, 4, 4, 3, 8 и 4. Видим, в принципе, три секции работают отлично, одна секция вот немножко проваленная. До этого совсем другие значения были. То есть видим, что секции, в принципе, вытягиваются. Сразу вам скажу, что вот этот показатель, вроде бы якобы напряжения, вот которое здесь указано, это не показатель. То есть по емкости. То есть смотрите, какая ерунда. Я не знаю, почему, видать, это как режим поддержания, то есть ток не дается, а емкость у нас не растет, а напряжение вроде бы в верхнем диапазоне. Я так подозреваю, может быть, это вот здесь вот контроллер маленький стоит на каждую секцию аккумуляторов, такая микросхемка 6 пин. Раньше я встречал, что были такие и на 6 пин, и на 5 пин, такие маленькие смдшные микросхемки. контроллеров заряда. Так вот, скорее всего, они как-то отрабатывают своеобразно, и вот в процессе небольшого разряда, в течение 10 минут, постепенно емкость это возрастает. То есть сначала я уже не стану ролик переснимать, доснимать, потом, чтобы удлинять, рассказывать. Я вам рассказываю именно суть, факт, и то, что я, соответственно, наблюдал. То есть сначала было, что вот эти две банки по напряжению нормально были, сразу там в радионе 4,2-4,22. Эти как-то провалены, это самое проваленное. Вот сейчас вот смотрите под нагрузкой, вот эта банка была идеальная, хотя вот эта банка выдавала 3,6 вольта. То есть простояв буквально 5 часов, уже вот эта банка уже как бы не проваливается. Вот эта у нас теперь ниже, понимаете? А вот эти три в идеале. То есть я спешу предположить, что постоит это все дело еще сутки, да? Ну или в процессе работы непосредственно эти все банки выровняются, и балансировка у нас отлично справляется с тем, что регулирует показатели на каждом аккумуляторе. Сразу скажу, что 17,5 вольт на входе меня вполне очень даже устраивает. Это говорит о том, что я могу подключать солнечную панель прямо напрямую без контроллера заряда. Данная плата будет балансировать. Видите, сейчас вот идет небольшой заряд, напряжение у нас просело. Видите, ключи открылись. Напряжение на зарядное устройство 16,75 и на аккумуляторах тоже 16,73. Ну вот этот менее точный прибор, чем этот, поэтому здесь значения, скорее всего, равны с этим прибором. То есть изначально мы с вами наблюдали, что здесь было 17 с чем-то, здесь 16 с чем-то. Поэтому, ребятки, эта штука вполне отрабатывает, но при правильном подключении именно внешнего источника питания. Солнечная батарея, кто не в курсе, выдает не 12 вольт и не 21 вольт, а в рабочем режиме выдает напряжение 17,5-18 вольт. Я не знаю, как оно поведет себя на 18 вольтах, но у меня есть такой маленький лайфхак, предположение, что если поставлю 10-амперный диод шотки по солнечной панели, я могу немножко снизить напряжение рабочее, непосредственно рабочее, не холостое, а рабочее. У нас с вами аккумуляторы постоянно будут под нагрузкой, поэтому мы с вами не холостое будем напряжение рассматривать, а рабочее. И, скорее всего, это должно положительно сказаться, то есть зашкаливать напряжение не будет, и, как говорится, мы посмотреть. То есть если появятся какие-то у меня данные, что вот именно вот так вот я подключил, и так делать нельзя, я об этом вам в первую очередь сообщу. Сразу скажу, что, конечно, круто, когда можно поставить и контроллер, и радоваться тому, что у вас это все будет отрабатывать, вот это вот, ну, вот радости, может быть, полные штаны, но вы понимаете, да, лишнее устройство, которое вы ставите между солнечной панелью, аккумулятором, БМС, соответственно, это трата, во-первых, финансов, соответственно, удорожания проекта. Тем самым сложность проекта возрастает. А если вам это не нужно, и у вас все прекрасно работает при таких вот напряжениях, которые я выставил, соответственно, а зачем платить больше, да, когда можно, в принципе, сделать и радоваться жизни тому, что и меньше можно приборов-то поставить, и меньше денег истратить. Как-то вот так вот. Но, опять-таки, я говорю, это все тоже и еще маленький эксперимент, маленькая, так скажем, красотуля, которую я хочу собрать, ну и, соответственно, наблюдение, которое я буду дополнительно делать. Может, кому-то пригодятся, может, кому-то интересно тоже будет посмотреть за результатами, сколько проживут аккумуляторы в таком режиме. Это литий-ионные аккумуляторы. Сразу скажу, что новые вон там лежат в коробочке. Это бэушные, я купил за 200 рублей, ноутбук Sony Vaya, соответственно, было их 6 штук. К сожалению, одна штука вот там за приборами валяется, она дохлая. 5 штук более-менее. То есть я подобрал еще одну штучку из своих старых запасов, она тоже так устала. Ну, вроде бы, как бы, по емкости должно примерно 4 ампера, там, с копейками держать. Соответственно, здесь у меня ставят дополнительно еще два аккумулятора. Тоже 2,200. Если не ошибаюсь, от Full G. Тоже посмотрю, как это все у нас отреагирует. Вот это вот у меня сборочка из новеньких. Такая вот валяется долго-долго. 2,500, там ставят 2,200. То есть в сумме получается у нас 4,400 примерно. Но, опять-таки, тестировать я на разряд этой сборки не буду, потому что у меня нет необходимости гонять это все, там, убеждать себя тысячу раз, что вот это вот именно столько емкость. Мне надо получить факт, что это все будет работать, и работать именно так, как я запланировал. Насчет того, что запас емкости. Запас емкости на 2, 3, 4 часа работы в темное время суток вполне себе достаточно. Так что, как-то вот так. В общем-то, я посмотреть. Соответственно, всю остальную автоматику я уже буду делать в будущем. И на этом я, наверное, попрощаюсь с вами. Следите за продолжением, кому интересно. Ну, как бы, факт про зарядку и про БМС я вам поведал. То, что выравнивает аккумуляторы, видим, оно только при напряжении, которое выше. Чтобы у нас происходила балансировка, напряжение на входе должно быть выше, чем общее суммарное напряжение, которое мы должны получить. Вот видим напряжение 4,2. Вот оно пытается выровняться. Даже вот эта банка, опять-таки, она была гораздо выше. И я еще раз почему говорю, что если будет в режиме работы, это все дело будет гораздо лучше служить, потому что аккумуляторы еще не проснулись. Они были очень долго в убитом, в умершем и подвешенном состоянии. Но сейчас они оживают, и это радует. В общем, насколько их долго хватит. И как это все будет дело работать. Соответственно, я вам поведаю в будущем. Данные 200 рублей пойдут именно для сборки, для подсветочки красивой. И посмотрим, что из этого получится. В общем, на этом я прощаюсь с вами. Всем удачи, спасибо за внимание. Пишите ваши комментарии под видео. Ссылка на БМС будет также под видео в описании. Тоже, кому интересно. В принципе, штука неплохая, стоит дешево. Вполне пригодится. Насчет того, что установка этой штуки в качестве для работы шуруповерта, я не знаю. Голову не грею. Вот серьезно. Если у меня будет возможность или проблема такая, именно собрать аккумулятор для шурупика, соответственно, я почему-то смотрю в сторону Cadme все-таки. Потому что есть в Китае Cadme и по более большой емкости, и более современной, нежели тот, который установлен непосредственно в обычных шуруповертах. Ну и, в общем, хватит на этом. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!